Ответ на главный вопрос бразильского чемпионата мира стал известен спустя два часа чистого игрового времени. Конечно, не считая того, что итальянский арбитр Риццоле посчитал нужным добавить. В основные 90 минут сборные Германии и Аргентины на гол так и не сподобились. Но, несмотря на то, что финальный свисток зафиксировал на табло нули, игра скучно не смотрелась. В атаке команда действовали довольно остро, и мяч даже оказывался в сетке ворот Мануэля Нуэра. Правда, забивал Игуаин после того, как боковой арбитр зажег флажок вне игры. Тот же Игуаин запорол стопроцентный момент, когда оборона немцев едва ли не в первый раз откровенно сплоховала. Кросс, скидывая мяч назад, вывел форварда Наполе один на один, но тот не смог переиграть кипера Бундестим. Команда Лева ответила звонким попаданием в перекладину, а несколько раз бразука пролетала в считанных сантиметрах от цели. Казалось, что с игры соперникам забить так и не удастся. Однако, когда зрители уже настраивались на серию после матчевых пенальти, сработали тактические перестановки наставника сборной Германии. Голевую атаку организовали игроки, вышедшие на замену. Шурли навесил в штрафную, а Марио Геотце принял мяч на грудь и вторым касанием в падении вколотил снаряд в сетку ворот аргентинцев. Сборная Германии чемпион мира 2014 года. Это четвертый титул «Бундесманшафт» в истории. «Бундесманшафт» 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 «Бундесманшафт»